«С охотой отдал бы я, что ни спроси, будь то самопал или уздечка, чтоб только взглянуть, как у нас на Руси, горит перед образом свечка, как бабы кудель выбивают и вьют, а красные девушки песни поют». Этими строками из произведения «Ирмак» поэт Кедрин выразил свои чувства не только и не столько к казачьему покорителю Сибири, сколько к своему народу, вере, к родине. Но вот родина не всегда отвечала своему поэту взаимностью. Незаконорожденный сын графа Потоцкого, он получил фамилию свояка матери Бориса Кедрина, принявшего участие в его судьбе. Но после ранней смерти приемного отца забота о мальчике целиком легла на плечи трех женщин – мамы, тети и бабушки. О бабушке Дмитрий вспоминал с особой теплотой, утверждая, что именно она привела ему любовь к классикам русской литературы, среди которых особое место занимал Пушкин. От памятника Пушкина начинается у меня тяга к искусству. Уже в подростковом возрасте начинающий поэт написал свои первые опусы, а в 17 лет его пробы пера стали печатать в комсомольских газетах. Что касается прозы жизни, Дмитрий работал репортером, описывал трудовые достижения передовиков производства. За это удостоился положительной оценки критиков, сообщавшей. Печать тщательной отделки, металлического блеска легла на стихи Дмитрия Кедрина. Начав с примитивных стихов о комсомольской любви, о Динамо и прочем, он за короткий срок достиг больших результатов. В журналах «То тут, то там» проскакивали кедринские стихотворения, получавшие похвалу от писателей Волошина, Светлова, Смелякова. А Максим Горький настолько впечатлился произведением «Кукла», что даже зачитывал его Иосифу Сталину, правда без особого успеха. Такая же реакция безразличия окатывала Кедрина с головы до ног, когда дело касалось рекомендаций для издания авторского сборника. При жизни поэта Света увидела только одна книга «Свидетели» и в ней лишь 18 стихотворений. А редакторы в один голос советовали Кедрину уйти от исторической и религиозной темы. Не та эпоха, не то время. Но как партийные идеологи могли приветствовать, например, балладу 1938 года «Зочи» – балладу, написанную о строителях храма Василия Блаженного? Особая глава кедринского творчества – его фронтовые годы. «Я бы познакомился тут на фронте с исключительно интересными людьми. Если бы ты знала, сколько в них дерзкой отваги, спокойного мужества, я чувствую себя в строю, а не где-то в стороне, а это очень важное чувство, которое я редко испытываю в нашей писательской среде», – писал супруги с фронта Кедрин. Но, как часто бывает в жизни, враг затесался не до передовой, а в мирной жизни. По воспоминаниям дочери Светланы, к отцу приехал старый друг, предложивший ему делать доносы на знакомых. Поэт спустил предателя с крыльца, на что тот пригрозил «ты еще об этом пожалеешь». Угроза стала реальностью. Через несколько месяцев 38-летнего Кедрина нашли на железнодорожных путях с многочисленными переломами. А вдове настойчиво посоветовали заняться детьми и больше не задавать вопросов о причинах случившегося. «Может, так же в счастье день желанный, в час, когда я буду петь горя, И в меня ударит смерть нежданно, как его дробинка в глухаря», – так предсказывал сам себе поэт. Кто сбросил Кедрина с поезда, до сих пор остается загадкой. Продолжение следует...